Фотографии рассказывают нам не только о национальных традициях, но и о семейных ценностях. Милые семейные фото, которые делали наши родители и деды, сегодня с приходом цифровых технологий, преданы забвению. Наши корреспонденты вышли на улицы, чтобы спросить у каргандинцев, помнят ли они такой жанр фотографии. Не знаю, конечно, считается. Но для поколений, для следующих, как бы это надо. Да, считается, потому что хранят историю, так скажем, запечатляются моменты, которые в прошлом можно посмотреть и окунуться в воспоминания. Еще как, потому что это память о том, кто с нами был и будет. Я считаю, что да, потому что они хранят историю, какой-то момент в жизни. Ой, давно, еще в Советском Союзе. Почти каждый раз, когда собираемся, особенно с бабушкой, на ужине. Примерно месяца четыре назад. На самом деле мы делаем их довольно часто. На каждых праздниках, на Новрес, вот недавно, все вместе собирались и целой семьей. Есть. Ну, давно сюда не заглядывала. Семейные альбомы есть, но так как сейчас больше развиты смартфоны, то больше просматриваю галерею в телефоне. Раз в два месяца где-то смотрю в прошлой фотографии. Есть. Их довольно много, потому что у нас семья большая. Мы не часто достаем его, но когда собираемся все вместе, со всего Казахстана, конечно, мы смотрим его. Ой, вот это вот сейчас электронные фотографии, они могут не сохраниться. Их могут удалить просто и все. А фотографии отновить, мне кажется. Готовились как-то больше, а сейчас можно и живое фото сделать, когда не нужно прям подготавливаться. Качеством, постановкой, идей. Ну и тем, кто на этих фотографиях. То есть, если раньше там мог быть, например, твой дед, то сейчас это, скорее всего, твои родители. Семейные фото, которые были раньше, хранят намного больше ценностей, мне кажется, потому что их делали на особенные моменты, и возможностей делать фотографии было немного. Но сейчас, так как у нас есть у всех смартфоны, мы можем делать их вообще в любой момент. И вот, так как у нас есть 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 у нас есть